как слоны носятся вы же слышите это тоже вы еще слышите вот в эту игру надо все шиндестрой играть здесь как в кс и нормальный звук меняю магазин заряжаю не готов к вылету закрылась ракета Полдела сделано. Одержите победу. Принечерки, виталий доступен. Мы редируем. У вас не готов к вылету. Световая пошла. Заряжаю. Союзный БПЛА готов. Разгон. БПЛА готов к работе. Ай, блядь. Итак, ребят, всем привет. Снова я. Снова выведусь по Call of Duty Modern Warfare 2. Да-да, я. Я сегодня уже поиграл в бетку. Постримило, конечно, мало, потому что у меня кого-то хрена вечером лагает интернет. Я не могу стримить вечером. Но мы уже, между прочим, поиграли. И если вы ждете, так скажем, мнение в двух словах, то прикольно, плюс неплохо. Но есть огромные минусы. Огромнейшие минусы. И про них, как бы, знаете, даже стыдно говорить, потому что это мувмент. Здесь нет мувмента. Буквально ты можешь просто бегать вперед. Ты бежишь вперед и в прицеле ты можешь прыгнуть. Например, сделать банихо. Типа два раза прыгнуть. Все. Это весь мувмент. В основное время ты вот так относишься, как кробит. И все. Больше ты сделать ничего не можешь. Ты облизываешь углы буквально. И через прыжки как-то врываешься в файт из-за угла, допустим. Все. Это весь мувмент, к сожалению. Я, конечно, очень надеюсь, что рассказы разработчиков о том, что у них есть этот рубильник с концом слайдом. Я очень надеюсь, что он действительно есть. Я очень надеюсь. Потому что он необходим. Серьезно. Без него в игре очень скучно. Очень. На данный момент все, что ты делаешь, это ходишь из-за угла. Но. В конце будет небольшая нарезочка. Как я бегал. Что-то там стрелял немножко. А сейчас я вам покажу, что доступно у нас на бетке. Во-первых, у нас доступно три режима. Это быстрая игра. Это TDM. Team Deathmatch. До 75 фрагов. Потом у нас есть спасение пленных. И есть нокаут. Нокаут это буквально захват флага с возможностью резнуться. То есть здесь вы играете 6 на 6. После того, как вы убили врага, его могут резнуть. И также вы можете резнуть своего тиммейта. Если подбежите и попробуйте его резнуть. Соответственно, если вам дадут это сделать. Есть цель на карте. Вы поднимаете бабки и с этими бабками бегаете. Когда вы с этими бабками бегаете, как и с флагом, вас видно через стенки и за вами бегают враги. Такие вот дела. Самый интересный режим. Это, конечно же, быстрая игра. Там лучше всего играется. Потому что люди кто-то кимпирит, кто-то бегает. Ну и так далее. Доступно три карты на данный момент. И в принципе все три карты очень и очень неплохие. Единственное, что на них в некоторых местах есть открытые точки. И там очень тяжело играть с ППшками. Либо с оружием, которое мгновенно не убивает. Так, давайте посмотрим, что у нас доступно из оружия на данный момент. У меня вкачан уже десятый уровень. У меня до сих пор недоступны возможности создавать свои наборы, я так понял, перков. Ну, либо оно как-то работает через жопу. Не важно. Мы сейчас посмотрим пушки, которые доступны у нас на бета-тестирование. А у Лахман 5.5.6 недоступен. Изначально у нас есть М4, у которой есть платформа. Есть М16, соответственно. Есть кастов 74У, но он не прокачивается. Я не знаю, почему у меня он не прокачивается, но у некоторых людей я видел прокачанный кастов. Это типа 74 укороченный. Также есть вот такой ТАК-56. Открывается на 30 уровне. Достаточно пост. Боевые винтовки у нас в ТАК-Рекон. Это тоже М-ка. Это буквально база на М-ке. И вот в этом моменте вы можете заметить один прикол. Это одна пушка. Это буквально одна пушка. Вы можете выбрать вот эту пушку. Допустим, взять М-ку, выбрать ее. Нажать оружейник. И здесь вы можете поменять ствольную коробку. И она превратится у вас в ПП-шку. Или в АР-ку, или в ДМР-ку. То есть, если я поставлю FFS Hurricane, то теперь это уже не АР-ка. Теперь это пушка из вот этого, из этой группы. Из пистолетов-пулеметов. То есть, они очень хитро сделали. На самом деле, пушек здесь очень мало. И когда вы меняете базу у пушки, она просто перекидывает вас в другую группу. С одной стороны, это правильно. То есть, как я и говорил в предыдущих своих видео, будет круто, если когда вы будете менять базу, у вас будут меняться характеристики конкретно таймингов. И это так и происходит. Но за счет этих баз у нас как бы одна пушка превращается в четыре и одновременно находится в четырех разных местах. То есть, вот мы просто смотрим сюда. Здесь у нас М4, М16. Здесь у нас FTAG. Это тоже М4. И здесь у нас тоже М4. Итого у нас четыре пушки в разных слотах. И оно все визуально как бы делает вид, что их очень-очень много. Но на самом деле это всего одна пушка. Такие вот дела. MP5 не открывается на бета-тестирование, к сожалению. Fenix 45 открывается на 25-м уровне. Я все это открою. Завтра на стриме буду обязательно играть. Лахман у нас тоже открывается на 16-м уровне. Это ДМР-ка. Я ее видел в геймплей Warzone. И там она была очень даже неплохой. То есть, там прямо начало взбревало. Идем дальше. Дробовик. Один-единственный экспедит. Он открыт. Его сразу можно использовать. Но большинство его, соответственно, скипает. Потому что дистанции на карте не позволяют убивать. Пулеметы. Пулемет 5-5-6 Икар. Это, кстати говоря, тоже. Это тоже М-ка. Я забыл вам сказать. Это тоже М-ка. Это пятая пушка. Понимаете? Это пятая пушка. Так. Дальше у нас идет пулемет Рап-Рар-Н. Он недоступен. И на 11-м уровне откроется пулемет МГ-38 Сакин. Или Сакин. Две пехотки у нас есть. Одна недоступна. Вот эта LMS. И Lockwood 2 доступен на 23-м уровне. Жду, не дождусь, когда докачаюсь. И на 20-м уровне можно открыть сигнал 50. Некоторые люди говорят, что в Blackout, по-моему, эта пушка называлась, или не в Blackout, в PUBG она называется Рысь. Линкс. То есть, ну, это полуавтоматическая винтовка 50-го калибра. Такие вот дела. Вот такие пушки у нас доступны на бета-тестировании. Во второй слот мы можем поставить пушку точно такую же, если у нас фора включена. А если у нас форы, соответственно, нет, то мы играем с пистолетиком. Пистолетик тоже настраивать нельзя. Он просто у нас есть. Такие вот дела. Так, давайте заглянем дальше. Заглянем в перки. Давайте посмотрим. Перки. Вот. Вот таким образом можно перки, кстати говоря, тыкать. Давайте вот сюда откроем. То есть, у нас есть два базовых перка. Вот, можете здесь заметить. Давайте вот так сделаем. Фора. Фора. Бегом марш. Удвоение длительности тактического бега, скорости перемещения. Положение присев повышается на 30%. Ветеран. Ослабляет воздействие световых оглушающих амми и газовых гранат. Электрошокер. Ну, абсолютно идентичные перки. Мародер, который... Не написано почему-то. Просто недоступно. А, он вообще недоступен. Или он доступен? А, он уже выбран. У меня башка вообще не работает в этом плане. У меня так. Сапер. Уменьшение урона от взрывов. Следопыт. Это, кстати говоря, одна из самых, наверное, один из самых полезных перков. Зеленых. Очень часто помогает. Сила рук. Увеличение дальности бросков в снаряжении и предварительно показ траектории таких бросков. Не то, чтобы шибко полезный перк, но почему бы и нет. И дополнительный предмет тактического снаряжения при высадке. Так. Блин, куда ты? Здесь очень непонятный режим вот всего этого. То есть, вот у нас на выбор 8 перков. Из них можно выбрать 2. И дальше у вас будут... Как же оно работает? Как же оно работает? Я просто в шоке. Также у нас есть 2 дополнительных перка. Их дают за фраги и за, соответственно, время в игре. То есть, здесь у нас есть перк, пополнение боеприпасов, пополнение запасов, тристок, наблюдатель, вы можете видеть всякие приколы через стены, хладнокровие, чтобы быть невидимым для БПЛА, разведки и так далее. Есть у нас быстрые руки, ускоренная перезарядка и смена оружия, также использование снаряжения, быстрое лечение, повышение скорости восстановления здоровья при захвате и удержании целей. А также после убийства противника. И сосредоточенность. Это для снайперов. Но, опять же, я думаю, если вы играете через фазумы, то, скорее всего, вам это не понадобится. Вот. Также у нас есть... Я нажимаю нолик и меня выкидывает! Меня аж трясет, серьезно. Меня аж трясет. Я не могу нормально ничего здесь выбрать. Может, я понять просто не могу, конечно, как это работает. Но... В любом случае. Как его? Так, я могу удалить. То есть, каждый раз, когда я эти перки делаю, они как бы создаются отдельное... Отдельный набор перков. Так, давайте. Выбор. Вот. Создание перков. Быстрые руки. И есть высший перк. Упрям. Создательность. Создательность. Здесь у нас бодительность. Экран мигает, когда вас замечают противники. Призрак, как обычно. Упрямство. Уменьшение стоимости серии убийств на один. И уменьшение стоимости серии очков на 125. Разгон. Дополнительный взгляд полевой модификации. И выживание. Один раз за жизнь вы можете вместо смерти прийти в состояние последнего рывка. С возможностями самореанимации ваши союзники быстрее реанимируют тяжелораненых. Тоже не очень понятно, зачем это надо мультиплеере. Авиаразведка. Увеличение масштаба миникарты для противников, понуженных БПЛА и радарами, отображается направление взгляда при получении... При получении. При получении показ местонахождения противников на миникарте. Такие вот дела. Такие вот перки. По сути это аналог специалиста. То есть если раньше вы допустим в МВ-19 могли выбрать специалиста. Вы могли там выбрать по-моему 8 или 7 перков. И по мере того, как вы делали фраги, у вас появлялись дополнительные перки. Но после каждой смерти эти перки пропадали соответственно. И многие люди это не используют. Они просто бегали скиллстриками для того, чтобы вызывать уже БПЛАшку, анти-БПЛАшку и так далее. Идем дальше. Не знаю. Пока что вот конкретно для меня очень тяжело все это использовать. Оно прям очень странно работает. Мне знаете, что напоминает? Battlefield 2042. Battlefield 2042 тоже было непонятно, какую кнопку нажать и для чего. Оно постоянно просто везде пропадало. Так. В снаряжении у нас есть тактическая световая граната. Электрошокер. Прикрепляется к любым поверхностям при срабатывании и спускает электрические разряды, поражающие живую силу, уничтожающие снаряжение и выведящее в стройку транспортные средства противника. Отвлекающая граната. Как обычно, оглушающая граната. Работает так же, как и в предыдущих частях. Дымовая граната. Прибор наблюдения. Бесполезный абсолютно предмет. Слезоточивый газ. Шприц. До него, кстати, до 17 лвела она качаться. Сканирующая граната на 24-м. И датчик сердцебиения, соответственно, на 28-м. Не то, чтобы в мультиплеере, это очень важно. Осколочная граната. Контактная мина. Термит. Симтекс. Заряд взрывного бурения. Заряд с тепловым буром, проникающий в гуд поверхности, а затем взрывающийся. Тоже, пока что я в игре этого не видел. Никто это не использовал ни разу. Заряд с четыре. Метательный нож. Коктейль молотова. И мина клеймер. Но самое прикольное, это полевые модификации. У нас есть портативное укрытие. У нас есть тактический маркер, чтобы в следующий раз резнуться на этом месте. У нас есть активная защита, как обычно. Мертвая тишина, опять же, как обычно. Переносной радар. Испускает радиоимпульсы, обнаруживающие соседних противников. Боевая ярость. Экспериментальный стимулятор, вызывающий прилив адреналина, ускоряет восстановление здоровья, повышает устойчивость к тактическому снаряжению и непрерывно пополняет запас сил для тактического бега. Зачем? Ну хуя? Непонятно. Подавляющая мина. Установка мина, которая при срабатывании испускает акустические волны, ухудшающие зрение и снижающие скорость их перемещения. Зачем? Непонятно. Посылка с комплектом. Вызов ящика с комплектами для своей команды. Каждый игрок может воспользоваться ими только один раз. Опять же, это не варзон, ребят. Здесь это работает как-то иначе. Тактическая камера. Соответственно, вы просто ставите камеру, прилепляете к поверхности. И иногда вы можете на нее переключаться, чтобы посмотреть, что там происходит. Ящик с дверей припасами, как раньше. Дымовая завеса. И вот это самое смешное. Надувная мишень. Вы кидаете, соответственно, такую штуку, больше похожую на С4. Нажимаете дополнительно квадрат, и она надувается и превращается в персонажа. Не в вашего персонажа, а просто вот в эту куклу. Нужна она для того, чтобы люди такие мимо пробегали и такие «Оу!» и выстрелили в нее. Я не знаю, как быстро это перестанет быть актуально, но пока что люди бегают и стреляют. БПЛА разведки. Опять же, абсолютно бессмысленная штука для ТДМов каких-нибудь. ДДОС, установка устройств, которые недолго выходят из строя, всю электронику и сенсоры противника. И бронебойные патроны. Открывается на 29-м. Опять же, бронебойные патроны – это аналог усилков из Modern Warfare 19. Такие у нас полевые модификации. Идем дальше. Заходим в исполнители. Во время бета-тестирования у нас доступны следующие операторы. У нас есть тенек. Выглядит он вот так. А мы его посмотреть никак не можем. Нет, мы, к сожалению, не можем его никак посмотреть. Он у нас показан только вот таким вот образом. Дальше у нас есть ГУС. Есть ЗИМО. КЛЕО. Чья мамка? Пишите комментарии. Так, прайс в масочке, между прочим. В карбоновой какой-то. Это у нас ФАРА. Тоже в масочке. СпецГРУ. Поэтому даже имя не придумали. СОУП в красной масочке. И ГОУС в белой масочке. И также у нас есть вторая фракция. У нас тут ФЕНДР. ХАПТЧ. Интересный выбор имени для персонажа темнокожего. Это, конечно, отлично просто. Харанги. Он, если честно, больше похож на зеленого человечка. Но это как бы японец, я так понимаю. Или не японец, кореец. НОВА. Или ХОБА. Я ее называю ХОБА. Это какая-то реальная существующая модель. Я понять не имею, кто это. Можете написать, кто это. Ну, как мне в чате сказали, что это реально существующая модель, у которой Вити Лига. И вот эта, собственно, штука у нее на лице. Из-за чего у нее белое лицо. Вместо того, чтобы быть того же цвета, что и она. Такие дела. И КОРТОК-1. Это у нас еще один персонаж. Собственно, какие-то абсолютно безликие исполнители во второй фракции. Но я думаю, все это изменится со временем. Вот так. Испытания у нас недоступны. И магазин у нас также недоступен. По своим ощущениям могу сказать. Играется прикольно. Анимации хорошие. Визуалка в игре хорошая. Врага определять и находить врага на карте достаточно просто. В отличие от того же Вангуарда. Но, опять же, 60 Гц. И отсутствие конца слайда. На данный момент персонаж просто бегает. То есть, ты просто носишься по карте. И это весь твой вариант при передвижении. На самом деле, это очень тяжело играется. Потому что люди очень многие кемперят. И у тебя нет возможности даже заслайдить в этот проход. Для того, чтобы чувак не выстрелил тебе все патроны в грудь, например, или в голову. Такие вот дела.